Только представьте, что если бы можно было высосать углекислый газ из атмосферы и превратить его в камень, повернув вспять климатические часы и исправить свои старые выхлопные грехи. Научная фантастика вовсе нет. Журналисты из Венска Дагблади Террика Трес и Магнус Ильмарсон Недимар отправились узнать о климатических изменениях в Исландию, где мечта о том, чтобы высосать углекислый газ из атмосферы, стала реальностью. Валит снег. Из-за вертикальных порывов ветра невозможно уклониться от жгучих кристалликов льда. Они проникают за шивороты и морозят тело. Дороги перекрывают, дороги заметают. Машины сваливаются в канавы. Но никого. Похоже, это особо не волнует. И все-таки этот год в каком-то смысле стал исключением. Последние годы были мучительно бесснежными. Вдобавок все лето шел дождь. Каждый день в июне снеба лило. Многие поехали в отпуск в другие места. В Швецию вместо Испании. И теплее, и для экологии лучше. Бергур Сикфусон. Геолог и работает на геотермальной станции Хедлис-Хейди. Он объясняет, что многие горнолыжные объекты острова закрылись из-за многолетней нехватки снега. Так что сейчас за белоснежное юго-западное побережье вблизи реки Вика и Кефла Вика нам следует лишь возносить хвалы. Вот я и пытаюсь заниматься именно этим. Принять все как есть и поблагодарить. В конце концов, я здесь не из-за погоды. Я приехал и сюда в поисках ответов, чтобы встретиться со знающими людьми. С теми, кому, возможно, удалось хотя бы отчасти найти решение, которое поможет нам спасти планету. С исландскими геологами, швейцарскими изобретателями, шведскими климатологами. Встретиться с теми, кто питает надежду. Например, неким шведским послом по имени Хакан Юхольд, Акан Юолд. Но прежде, чем мы отправимся туда, давайте отмотаем немного назад. Ведь совсем недавно мы думали, что все разрешится. Мир охладится, если мы просто начнем заправляться этанолом. Сменим уютные лампы накаливания на раздражающие медленные энергосберегающие лампочки с голубым светом и научимся есть фалафеля вместо говядины. И не будем огорчаться из-за поездов с их опозданиями. Это предсказывали и ученые. Вложение в возобновляемые источники энергии плюс значительное снижение выхлопов хватит, чтобы держать в узде климатические изменения. Еще в 2005 году таков был план МГЭИК, межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН. Но это ни к чему не привело. Во всяком случае не наступило никаких радикальных изменений. И теперь говорят, что у нас осталось менее 12 лет, чтобы предотвратить климатическую катастрофу. Сейчас мы стоим перед невероятно огромной проблемой, от которой не отмахнуться и которую не прикрыть красивыми словами. Доля углекислого газа в атмосфере достигла самого высокого уровня за последние 800 тысяч лет. И средняя температура на Земле повышается. Через 30 лет Европа должна совсем перестать влиять на климат. Это подразумевает, что 80% всего электричества должно поступать из возобновляемых источников энергии вроде солнца и ветра, а потребление энергии следует снизить вдвое. Как будто этого мало, нам еще необходимо нейтрализовать парниковые газы, сажая больше леса и механически улавливая углекислый газ в атмосфере и возвращая его в Землю. Так гласят последние климатические отчеты ООН. Вот почему мы здесь, в Исландии. То, что весь этот снег падает с небес именно сегодня, когда мы приехали сюда по следам климатических изменений, кажется парадоксом. Но если прав турецкий писатель Архан Памук, Аран Памук, говоря, что каждая жизнь, словно снежинка, то мы не должны растаять, не должны сдаться, не сейчас. Потому что надежда есть. Ибергур Сикфусон, одетый, как предписано, в защитную экипировку, готовится пробираться по этому снегу, чтобы изучить исландский кусочек загадки, решение которой может спасти человечество. Речь идет о технологии, которая подразумевает забор углекислого газа из атмосферы с тем, чтобы превратить его в камень. Этот своего рода углекислый газосос может искупить наши прежние выхлопные грехи. Он позволит достичь установленной в Парижском договоре цели в 1,5 градуса. Итак, этот пылесос, который больше всего похож на перевернутый вентилятор, забирает углекислый газ из атмосферы. Инновация теоретически может позволить собрать и складировать в Исландии выхлопы Китая. Пока что это тестовое сооружение, которое в скором времени увеличит. Но результаты хороши, говорит Бергур Сикфусон. Он подробно объясняет разницу между технологией улавливания и хранения углерода, УХУ, и технологией прямого захвата и очистки воздуха. Первая технология, УХУ, уже применяется во многих частях мира, правда, в Швеции пока нет. В первую очередь для того, чтобы сдерживать и сокращать углекислые выхлопы фабрик и электростанций. Вторая же технология, напротив, ловит выхлопы уже прямо из воздуха. Это делается с помощью углекислогазоса. На Хедли с Хедли две технологии комбинируются. Теплоэлектростанция может достичь отрицательного уровня выхлопов, то есть высасывать из воздуха больше углекислого газа, чем выпускает. И все благодаря тому, что прячется под заснеженной поверхностью Исландии. Здесь, в Исландии, у нас достаточно энергии, а также пористые горные породы и хорошо развитая техническая структура. Откуда бы ни поступал углекислый газ, он смешивается с водой. Представьте себе гигантский сифон, газирующий воду, которая потом под большим давлением уносит углерод на несколько километров под землю, объясняет Сикфусон. Атом углерод реагирует с другими минералами, заполняет вулканические породы, состоящие из пористого базальта, переходит в твердую форму и превращается в кальцит. Технология уже существует. Теперь нужно начать ее использовать в больших масштабах и снизить расходы, говорит Бергур Сикфусон. Звучит просто. Понятная глава в антиутопии о нашей охваченной лихорадкой больной планете. Потенциальный лучик надежды на фоне температуры, растущей на 0,2 градуса каждое десятилетие. А ведь с такой скоростью мы преодолеем уровень в 1,5 градуса уже в 2040 году. Согласно особому докладу об уху комиссии климатологов ООН, технологии складирования углерода, по крайней мере в теории, могут обеспечить 15-55% необходимого снижения выбросов на планете. Так что же, это спасение? Стремление узнать ответ на этот вопрос привело на меня на встречу с Сигурдуром Рейнером Гислосоном. Сигурдур Рейнер Гислосон, профессором геохимии в Университете Исландии. Он ездит на велосипеде вне зависимости от погоды, и как раз сегодня это настоящее испытание, несмотря на хорошую одежду и мощные шины. Он глубоко убежден, что будущее, за выделением углерода из домовых газов электростанций, мусорожигательных заводов или масштабной перерабатывающей промышленности, с тем чтобы потом складировать его глубоко под землей. Это очень элегантно. Превращать углекислый газ в минерал, еще и самый надежный способ его хранить. Надежно, как камень. Стоит отметить, что техника захвата углекислого газа прямо из воздуха пока в зачаточном состоянии. Маленькое тестовое подразделение с устройством прямого захвата из воздуха засасывает 50 тонн двокиси углерода в год, что, по словам Сигурдур Рейнера Гислосона, соответствует воздействию маленького леса. И выхлопом примерно от пяти шведов, ведь мы в среднем производим по 10,7 тонн углекислого газа в год на человека. Для сравнения, с помощью технологии Ухуна Хедли Схеди ежегодно осваивает 10 тысяч тонн углекислого газа. А в глобальных масштабах на разных электростанциях с ее помощью из воздуха высасывают миллионы тонн углекислого газа, рассказывает Сигурдур Рейнер Гислосон. Но все равно это лишь ничтожная часть всех тех миллиардов тонн, которые выбрасываются в воздух. Согласно климатическому докладу ООН, вышедшему чуть больше года назад, мы должны разрабатывать все доступные климатические инновации.